Здравствуйте, мальчики и девочки, мамы и папы, бабушки и дедушки! В эфире программа «Моя планета» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях клуб акробатического рок-н-ролла «Кристалл» вместе с руководителем Владимиром Мануиловым. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, ребята! Вы все такие яркие, блестящие, ну прям как будто после студии поедете на соревнования. Владимир Владимирович, ваш клуб молодой, вам всего 4 года, но тем не менее за это время мы следим за деятельностью вашего клуба, внимательно очень. Спасибо, спасибо. Уже вы сделали достаточно серьезные шаги. За эти 4 года, не скрою, мы, ну естественно, как и любой, наверное, другой человек или любые другие спортсмены, всегда желать, наверное, большего, стремимся. И сейчас мы уже можем, ну не сильно стесняясь похвалиться, у нас уже 10 есть кандидатов в мастера спорта, есть перворазрядники. Ну вот, в частности, вот Катя, когда получала значок кандидата в мастера спорта, я считаю, наверное, должна была быть безмерно счастлива. Ну вот. Ну сейчас мы у нее спросим. Мы видели это на соревнованиях и сейчас увидим из сюжета. Как было парное выступление, так было и сольное. Вот мне интересно, это все-таки вот больше сольное у малышей или у взрослых тоже, ну вот, по возрастам проводится? Ну, в большей степени одиночные выступления, это, наверное, для спортсменов, кто помладше, а спортсмены, кто уже постарше, соответственно, уже встают пары. Сначала есть, так называемая, международная программа, где немного акробатических элементов, мы их называем трюки, но есть программа и уже с акробатическими элементами, то есть с трюковой частью. Ну и по мере того, как спортсмен набирает свою квалификацию, трюки усложняются, ну и нам, как зрителям, смотреть, естественно, интересней. Ну, а мне, как тренеру, как руководителю, естественно, это более ответственно, но, тем не менее, ну что, все идет поступательно, вверх, вверх, вверх. Чемпионат Московской области, проходивший у нас в Одинцово, он открытый, приезжали спортсмены не только из Москвы, из Одинцова, но и из других городов, в частности, Тверь и так далее. Поэтому я сейчас предлагаю его посмотреть, а потом обсудим и поговорим о ваших дальнейших планах. Ну, давайте, давайте, с удовольствием. Внимание на экран. Формейшн – одна из самых зрелищных дисциплин в акробатическом рок-н-ролле. Простор для полета фантазии в этой категории безграничен, как и количество танцоров на паркете. Спортсмены из московской «Дюш» оказались сильнее и заняли первое место. Наши девушки вступили совсем немного и завоевали бронзу. Лесногородский клуб «Кристалл» традиционно демонстрирует высокий уровень подготовленности спортсменов. Кстати, многие ребята в этот день получили заветные звания КМС и разряды. Конечно, выступили хорошо, но, как говорят, быстрее, выше, сильнее. Всегда надо к чему-то стремиться, поэтому на достигнутом не останавливаемся. Будем пытаться покорять новые высоты. А так все хорошо. Акробатический рок-н-ролл – это прежде всего спорт. И здесь высоко ценится искусное исполнение трюков и чувства ритма. Все это позволяет набирать высокие баллы и побеждать. Вообще, в акробатическом рок-н-ролле считается одной из самых тяжких ошибок, самых тяжких грехов, когда спортсмены промахиваются, что называется, по музыке, да, они точно танцуют. За это судьи очень серьезно штрафуют участников. Несмотря на то, что Федерация Акробатического рок-н-ролла Московской области молодая, она создает конкуренцию и в Москве, и другим сильнейшим регионам страны. Всего 4 года федерации. У нас уже есть и победители всероссийских соревнований, неоднократные, в разных дисциплинах. Уже есть даже члены сборной, национальные уже участники чемпионата мира. Поэтому нам есть чем гордиться, уже даже несмотря на свою молодость. 250 рок-н-ролльщиков вышли в этот день на паркет. Соревнования длились до позднего вечера. Результат – кубки, медали, заряд хорошего настроения и драйва. Надолго. Мария Шматкова, Владимир Дыньков, телекомпания «Одинцова». Владимир Владимирович, год назад группа «Формейшн Девушки» заняла первое место на подобном чемпионате Московской области. В этом году результат был несколько хуже. Почему, на Ваш взгляд, как руководителя клуба? Чего все-таки девчонкам не хватило и почему московские спортсменки были чуточку сильнее? Ну, естественно, это зависит от многих факторов. Ну, тоже, опять же, если вернемся год назад, отмотаем, да, то у нас этот чемпионат и первенство Московской области проходил впервые. Мы удостоились этого, ну, благодаря тому, что наши спортсмены, ну, реализуют свои амбиции сквозь, ну, мы, точнее, реализуем свои амбиции сквозь наших спортсменов. И мы добились того, что министерство, ну, наша федерация Московской области, ну, удостоило нас чести, чтобы соревнования такого уровня были проведены здесь. Вот, год назад это были пробные соревнования, и, естественно, мы к ним готовились очень сильно. Ну, и не так было, наверное, много регионов других, кроме как Московская область, там, Москва. А в этом году у нас уже, естественно, были и Орел, и Питер, и Тверь к нам приезжали, естественно, там, Подмосковье, Москва. Ну, и часть спортсменов, которые у нас там занимаются, ну, в частности, формэшн девушки, ну, некоторые девчонки, там есть возрастные ограничения, уже перестали быть, ну... То есть, просто немножко группа опустела, и пришла новая молодая кровь, которая еще, ну, не так технична. Пока еще, да, есть к чему стремиться, ну, и мы это делаем. Да, так что, ну, на достигнутом не останавливаемся. Ну, в целом, вы остались довольны результатом, который показали пары, особенно взрослые, на этом чемпионате? Ну, ребята сейчас закроют свои ушки, естественно, мы этим довольны, да. Но порой мы об этом просто не говорим, чтобы сильно не расслаблялись. Ну, и дальше будем добиваться больше высоты. Софья, а вы вот все-таки привыкли к тому, что тренеры, они в большей степени вас ругают или хвалят? Нет, конечно же, и ругают, и хвалят, но больше хвалят, помогают. Ну, советуют нам, и это нам очень помогает. Когда вы встали в пару, и как тебе ее подбирали? Как вы нашли с Женей друг друга? Мы подбирали пару год назад. Елена Юрьевна, наш тренер, пробовала, ну, что вот я делала с Женей трюки. Ну, у нас получалось, и нас решили поставить вместе. Как вы подбираете пары, как обсуждаете их между собой в тренерском составе? Смотрится, будут смотреться, нет? Вот с каких сторон подходите к этому? Ну, с одной стороны, есть один принцип. Он очень простой и правильный, да. Лучшему партнеру, лучшую партнершу. Но дальше начинается жизнь. Вот, и получается, что когда ребята, например, ну, приходят заниматься, да, естественно, кто-то кому-то там больше нравится, кто-то меньше, вот, но это все отодвигаем в сторону, и в большей степени мы нацеливаемся на результат. Ну, хотя и без этого тоже нельзя. Ну, насильно мил уже тоже не будешь. А бывают все-таки конфликтные ситуации? Бывают в парах? Ну, вот, которые поставили? Ну, наверное, бывают. Бывает такое, Кать? Да. Иногда у меня бывало. И как вы выходили из этого? То есть вы прям ругались с Сережей? Ну, не так сильно, как бы ругались. Но однажды мы просто делали трюк, и у нас не получалось. Он говорит, напрягись, а я стараюсь, у меня не получается. Естественно, мы смотрим, чтобы партнер с партнершей были и гармонично между собой смотрелись, и примерно, чтобы могли делать те или иные трюки. Зачастую бывает, что у партнера есть две партнерши. Есть одна такая, ну, мы ее называем в рок-н-ролле международная программа, где поменьше трюков, и партнерша может быть, ну, даже там потяжелее, там так вот назовем, да, ну, как бы так уже на частности переходим, но ничего. Вот. А некоторые партнерши есть, ну, даже так попроще, чтобы, например, было там поднять, да, соответственно, мы можем в более высокую дисциплину, где трюки более там высокого там, ну, ранга делаются, переходить. Ну, и с этой партнершей там выступаем. А все-таки в паре на ком лежит основная ответственность? И кто за что отвечает? Как распределяются роли? Ну, вы знаете, ну, как, так же, как и в жизни. Ну, вот взять, там, мальчика, девочку, мужа, жену, брата, сестру, там, ну, в одной семье, да, и так же есть в некоторых парах, что лидером становится, там, девочка. В некоторых парах есть лидер, там, мальчик, партнер. Я, естественно, как, ну, чуть-чуть ребят всегда поддерживаю. Так, вы, как сказали, так и должно быть. Партнерша должна слушаться. Очень много зависит и от партнерши, и от партнера, ну, естественно. Ну, вот сейчас, наверное, вот, может быть, коснемся такой темы, что вот некоторые могут сказать, ну, что такое вот танцы, да? Ну, вот партнер, мальчик пришел и занимается танцами. Ну, вот я с этим вот хотел бы отметить вот этот момент, и тренер у нас по ФП всегда говорит. Вот, Владимир Владимирович, вы знаете, вот мы вот еще там одно, другое, там, третье упражнение разучиваем. Ну, и не сильно стесняясь, вот могу сказать. Вот, и ребята, наверное, подтвердят, если какие-то соревнования в школе, еще что-то, все говорят, так, а кто? А кто у нас спортсмен? А, ну, вот, 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 например, там, вот Евгения пошлем, он, Сергея пошлем. Или там девчонок. В первую очередь, это, конечно же, силовая подготовка. И, кстати, на днях мы побывали у вас в гостях, посмотрели, как вы готовитесь к очередным соревнованиям. Поэтому давайте посмотрим. И там же мы побеседовали с вашим тренером по общей физической подготовке. Узнаем его мнение. Внимание на экран. Яркие костюмы, зажигательная музыка, серьезная физическая подготовка – это то, что привлекает детей и подростков в акробатическом рок-н-ролле. Это не просто динамический танец, это вид спорта. Кубки, медали, разряды – вот к чему стремятся юные спортсмены. Ну, рок-н-ролл – это спорт, интересный спорт. Я им занимаюсь уже около года. Он мне очень нравится. Как бы парный, когда в паре танцуешь, там есть элементы трюки. Мне нравится то, что можно танец и спорт совместить. И то, что там есть драйв, красивые костюмы. Мне это все нравится. Рок-н-ролл для меня – ну, хороший спорт. Я дома не сижу, я иду на танцы, и у меня есть чем заняться. Клуб «Кристалл» для многих стал настоящим домом, семьей. Тренировки проходят три раза в неделю по два часа. Некоторые пары занимаются и по четыре. Шлифуют технику, отрабатывают трюки. И все это, чтобы на очередных соревнованиях завоевать кубки и порадовать тренера. Занятие рок-н-роллом – это достаточно очень интенсивный такой вид. И большое внимание уделяется, конечно, выносливости, чтобы ребенок чувствовал ритм. Над этим очень долго приходится бороться, особенно с начинающими спортсменами. Также акробатика очень большое время уделяется, потому что, как вы сами видели, что очень много трюков, да, акробатика. Растяжка и, естественно, физподготовка. Ну, как бы уделяется тоже очень большое такое… Одно из самых таких больших времени на тренировки уделяется общая физическая. Потому что ребенок должен быть всесторонне развит. То есть он должен быть очень физически крепким. Спортсмены должны быть техничны и выносливы. В этом виде спорта побеждает сильнейший. Когда у нас приходят мальчики и девочки, основное – это силовая подготовка. То есть у нас есть штанга, гантели, всевозможные тренажеры. Значит, мы занимаемся гимнастикой, мы поднимаем тяжести. Ну и, естественно, каждый работает с партнершей. Партнерш иногда используется как гантеля. Даже на разминке у нас нагрузка составляет примерно 200 повторений на любое упражнение. То есть если мы работаем пресс, то, значит, 200 повторений. Работаем спину – 200 повторений. Ну, если хотите, попробуйте делать это сами и убедитесь, насколько это легко или тяжело. Кстати, ребята, которые занимаются в клубе акробатического рок-н-ролла и в школьных соревнованиях, показывают высокие результаты. Мой сын на данный момент учится во втором классе, и он для того, чтобы получить пять по секультуре, должен отжаться всего три раза. Он у меня отжимается 40 раз. Значит, у нас нагрузки были значительно больше, поэтому ребятки у нас были более сильные. Клубу «Кристалл» всего четыре года, но за это время спортсмены достигли хороших результатов. Одинцовская рок-н-рольная команда считается лучшей в Московской области. Ребята постоянно тренируются, растет их мастерство и растет количество завоеванных кубков. Мне очень нравятся эти занятия. Я занимаюсь только первый год. И вот у меня были первые соревнования, я, конечно, вылетела с полуфинала, но я не расстроилась. Мне было приятно участвовать. И для меня «Кристалл» – это как второй дом, как семья. Здесь много друзей, здесь очень интересно. Также это полезность для здоровья, спорт. Мне рассказала о клубе «Кристалл» подруга. Мне очень понравилось, и я начала ходить. Потом Елена Юрьевна поставила меня с Гошей. И мы выступили в хобби-ходе. Какой результат? Ну, первый раз было второе место. А потом начали завоевывать призовые места. Хочется очень стать именно спортивной семьей, вступить в клан спортивных школ. Естественно, побеждать на соревнованиях, чтобы наш коллектив был первым. Мы уже сделали большие успехи. Я считаю, на союзных соревнованиях выступали очень удачно на этих. Вошли в десятку лучших наши спортсмены. И даже призерами стали. Третье, шестое, десятое место, я считаю, очень хорошо. Но хочется достичь призовых мест во всех категориях. Мы будем стремиться к этому. И, конечно же, чтобы все ребята были счастливы, достигли больших успехов, занимались дальше. Чтобы продолжали усовершенствовать свое спортивное мастерство. Вы готовитесь к очередным соревнованиям, да? Да, соревнования у нас проходят, ну, практически можно соревноваться нон-стоп. В одном месяце иной раз бывает по двое-трое соревнований. И у нас есть такое понятие, как рейтинг. И в зависимости от того, какой рейтинг, мы, соответственно, можем выступать на соревнованиях более высокого ранга. В данном случае сейчас мы выступаем уже на всероссийских соревнованиях. Но, наверное, давайте, если можно, прямо вот буквально полминутки коснусь этой темы. В преддверии Нового года у нас были соревнования в Казани, всероссийские. Ну, наиболее, наверное, крупнейшие за последние несколько лет. Это все проводилось в Олимпийской деревне, где у нас проходили как раз юношеские, всемирно-юношеские игры. Вот мы ребятами несколько пар туда ездили, принимали участие. Вот как раз Сережа с Катей там были, еще там одна пара. А сейчас готовимся к соревнованиям, которые пройдут в городе Тула. Буквально уже через неделю они у нас на носу, можно так сказать. Поэтому в преддверии соревнований мы одеваем шоу-костюмы, прогоняем наши вот эти программы. Там и групповые формейшены, и парные. Чтобы ребята могли себя попробовать не только в удобной спортивной одежде, но уже и в шоу-костюмах. Потому что, когда делаем трюки, там где-то может лучше, например, скользить, например, рука по ноге. Ну, то есть соприкасается партнер с партнершей между собой. Поэтому, естественно, нужны шоу-костюмы. Ну, то есть они не могут просто тренироваться до выступления в обычных костюмах, да? Конечно, конечно, да. Ну, контрольный, да, уже такой выход, да, надо уже быть в полной боеготовности. Ну, и здесь вы, наверное, посмотрели, да, что помимо того, что только занимаемся там хореографией, там или непосредственно самой программой, есть куча подготовительных упражнений, движений. Девчонки все у нас проходят сквозь, ну, акробатику. Акробатика, это подразумевается, мы сейчас учимся делать все лучше и лучше, там, сальто назад, сальто вперед. Другие акробатические, там, движения, там, элементы. Мне кажется, для многих, особенно малышей, вот сальто – это самое-самое любимое. Ну, да, бывает. Все выстраиваются прямо в очередь. Бывает так, что, да, когда мы, ну, начинаем готовиться к этому, там, упражнению, да, например, сейчас сальто назад будем делать. Ну, естественно, все малыши, особенно, там, бегут. Владимир Владимирович, давайте, конечно. Ну, приходится самому помогать, потому что руководить хорошо, но надо все и самому тоже. Так что в сюжете, ну, вот это тоже мы видели. На последних всероссийских соревнованиях вы заняли, Паша Пара, 14 место. Вот, как ты думаешь, на следующих соревнованиях подобного уровня, вот, чего хочется? Конечно, хочется занять место и побольше. У нас будет много времени, чтобы подготовиться. Ну, и выступим лучше. Волнение есть, когда вы ходите на паркет? Волнение, конечно, немного есть, но помогает с этим бороться, чувствуя, что ты уже много раз выступал, уже, как бы, много пережил. Вот, наверняка смотрела выступления других пар, других детей. Чего, как ты думаешь, не хватает вам, ну, вот, на сегодняшний момент? Я смотрела много пар, конечно, категории побольше. Мне кажется, нам много не хватает, как бы, сил, уверенности. То есть, осталось-то делать не за многим? Да, ну, как бы так, если радужно говорить, конечно, не за многим, но это немного достается потом, ну, где-то слезами даже зачастую. То есть, надо, ну, в данном случае, вот, Сережа с Катей гонять, гонять и гонять. Это общая физическая подготовка, это опять изучение более сложных трюков и так далее и тому подобное. Ну, я надеюсь, что Катя, Сережа и София с Женей обязательно в самое ближайшее будущее порадуют и тренеров, и всех жителей Одинцовского района, обязательно завоюют кубки на всероссийских соревнованиях. Правда, Кать? Да, завоеваем. Будем стремиться, будем работать над этим. Да. Владимир Владимирович, какие перспективы развития клуба акробатического рок-н-ролла «Кристал» в нашем районе? Я знаю, что с этого учебного года вы немножечко расширились и уже вышли за рамки Дубковского дома культуры. Уже вы есть и в Одинцово. Что дальше, что в планах? Потому что дети просто проявляют к вашему клубу неподдельный интерес. И очень много у вас уже на сегодняшний день воспитанников. Да, действительно, с этого года мы начали свои занятия вести на базе ОЦЕВА. Филиал, да, ОЦЕВА, турист. Вот, на Чикино-2 он расположен. Мы там сейчас начинаем вести свои тренировки. Ребята там тоже потихонечку начинают ходить и понимать, что же такое все-таки акробатический рок-н-ролл и с чем его едят. Но свое развитие мы видим, наверное, реализовать себя хотим, чтобы тренера себя реализовали. Хотим продолжить свои занятия и обучение уже в спортшколе. Для этого сейчас, ну, необходимые там, на мой взгляд, действия какие-то делаем. Да, где-то порой это проходит нелегко, потому что это зависит там и от управления образования нашего. Ну, сейчас тоже, наверное, будем к ним обращаться. Вот, ну, а так в Горках-десятых есть спортшкола, которая аккредитована на танцевальные виды спорта. Там есть хороший руководитель Лизунков Игорь Александрович. Вот, мы с ним уже мосты налаживаем, но сейчас будем как-то плавно к этому стремиться. Хотим, чтобы наши дети обретали, хоть они и сейчас и обретают там спортивное будущее, но чтобы это уже было более так основательно. Конечно, каждому хочется, чтобы был собственный зал, чтобы там была поролоновая яма, лонжа, там другие всякие необходимые для нас там вещи. Ну, потихонечку будем к этому стремиться. Да, ну, сейчас хотя бы нам не стыдно уже пытаться это делать. Если раньше мы только начинали и могли только рассказывать, какие же мы умные и красивые, то сейчас, ну, уже факты говорят сами за себя. Когда есть уже и кандидаты в мастера спорта, и перворазрядники, и когда мы в рейтинге Московской области, не сильно стесняясь, в некоторых дисциплинах занимаем, ну, просто лидирующие позиции. К нам даже близко никто подобраться не может в Московской области. Ну, естественно, есть сильные школы такие, как Москва, Санкт-Петербург, другие. Вот, а в Московской области мы уже даем о себе знать. Так что, вот так. Будем это как-то использовать на наше как раз будущее. Я желаю, чтобы все ваши планы, все ваши амбиции, они обязательно сбылись, только для того, чтобы дети и дальше продолжали заниматься своим любимым видом спорта. Правда, ребят? Да. Любите рок-н-ролл? Да. Очень. А, кстати, вот чем так он так нравится? Ну, Софья, вот что так в рок-н-ролле притягивает? Красивые костюмы, зажигательная музыка, тренировки, друзья. Это мы не только занимаемся, мы еще и общаемся. Часто мы выступаем, ну, как показательное выступление. Мы ездим летом в лагеря. В последний раз мы были в лагере Тольятти, и мне там очень понравилось. Тренировки и выступления на соревнованиях – это лишь вершины айсберга. Ну, вот Софья правильно сказала. Помимо того, что мы какие-то показательные выступления, тренировки, соревнования, есть же куча всего другого интересного. Это, например, выездные соревнования. Когда мы едем на два дня, например, там в Тулу, там в Орел, ну, не важно, там в какой-то другой город. Ребята между собой общаются. Ну, будь то там автобус, поезд. Это все равно все интересно. Они уже, ну, сами того не понимая, делают такой задел себе на будущее среди, ну, вот этого там общения, там, товарищей. И это никогда для них бесследно не пройдет. Ну, а дальше, естественно, мы каждый год ездим на сборы. Ну, вот в прошлом году мы были на сборах спортивных в городе Тольятти. Да, вот впервые обычно мы это делали там в Подмосковье, сборы проводили, да. А здесь чуть-чуть подальше выбрались, и уже не было никаких неродительских дней, некоторые там ребята переживали, как же там без мамы, без папы. Ну, знаете, на мой взгляд, очень даже и хорошо, и многие были даже довольны почувствовать вот именно самостоятельно себя там в течение месяца на сборах, где у нас там двухразовые тренировки, бассейн, потом вечером там какие-то там еще развлекательные мероприятия. То есть, ну, ребята, наверное, сами могут сказать, как это, наверное, интересно и здорово. Ну, поэтому акробатические рок-н-роллы, наши занятия, это всего лишь, это не только лишь какие-то тренировки, это целая жизнь. В дальнейшем там можно, ребята, чтобы себя проявляли. Это уже как и молодые судьи с перспективой того, что становиться уже квалифицированными там судьями по нашему виду спорта. Также можно себя попробовать в роли начинающих тренеров. Ну, что вы делаете? Ну, вот ребятам там говоришь. На своих занятиях. София, ну-ка, давай-ка вот эту пару посмотри. Ну, она, естественно, с удовольствием это делает и уже сама к себе уже потом совсем по-другому относится. Вот, так что вот так. Ну, я желаю, чтобы ваш заряд, ваша уверенность, она не иссякала, чтобы вам хватило сил идти дальше, чтобы ваша семья, рок-н-ролльная семья росла с каждым днем, приумножалась новыми достижениями, новыми победами. Ждем вас с результатом, с хорошим результатом, Сережу и Катю в нашей студии. Если вы обязательно привезете кубок всероссийских соревнований, я в этом ни на минутку не сомневаюсь. Спасибо огромное, что нашли время, пришли сегодня к нам в студии. Я желаю вам всем успехов и победы. Вам спасибо, что пригласили. Всегда очень приятно. Зовите. Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»